Делаешь, сказала Лёля, на резке прыг кота и шарах по кухне. А он, оказывается, когда запищала мышка, Лёлик понял, что он 12-ю мышку поймал за бытие здесь. То есть тут пару суток не было мышки, и он как бы словил ту, которая под обоями шарахалась, маленького мышонка. А тут, я так поняла, что они, наверное, ещё гуляют на территории, ну, наверное, жрать-то им что-то надо, помимо того, что они в доме могут найти, или могло бы быть, и он, потому что из полей обычно приносит другого цвета мышек. Он точно такие же по цвету таскает с улицы, с сеней, с подполья, из дома. Видимо, вот эта вот гуляла-гуляла и решила вернуться домой, а тут её ждало отсутствие детёныша и кот. Причём он её цапнул, прикусил, и она лежит. И я думаю, может, она померла уже. А он так-то неудивлённо смотрит лапкой, так её осторожно таркает, так же, как лапка осторожно пену в моей ванной шарахает обычно. Но она вдруг лежала-лежала и стала шевелиться. Ну, а сейчас она её, видите, жрёт. Я надела специально большие очки, но долго я в них не могу находиться. Эти очки у меня для стрижки ногтей на ногах. Я только что из-под холодного душа на улице, в теньке 23 градуса. Наверное, и на солнышке так же, потому что, как бы, солнышка как такового особо нет. Вчера у нас гроза была с дождичком, но в основе такой громыхало-громыхало, потом такой сильный полил. И практически быстро закончился. Потом стало с 28 градусов, 21, потом обратно 28, потом ещё немножко дождиком было. И уже где-то градуса 23, может, было. Я даже два раза прокатилась вчера, ибо что-то клинить не как бы на улице, всё мокро, дома сидеть неохота, ибо всё же в деревне, в городе насижусь. В итоге решила, раз велик не убран, надо ещё прокатиться. Я хотела записать этот круг подсчёта, но камера экшен у меня, кажется, разряжалась, и нифига ничего не записала. Вот такие пироги с мышатами. Коты их жрут, а они иногда пищат. Вот у меня лично слышно, как он её цапает, в смысле жжёт. Интересно, камера передаст? Тише, жри давай её всю, не оставляй. Оставишь и выкину, ёжик сожрёт. Вчера, короче, девчонка соседская идёт с другими ребятами мелкими гуляет, и кот этот вышел мой. Ну, они типа, чё за кот? Новый, типа, она, говорит, это даже и не кот. Не то, чтобы это кот, кот, типа, это Лёлин. Тишка из вас. Но он такой, говорит, чё-то с ним сделали, и он стал, не он, а оно. Ну, она, говорит, как это оно, там, взрослый, типа того, что мы с ней дружили. В основном, с ней дружила моя сестра младшая. Мы с ней так, вот, иногда общались, там, как-то у нас всё время кто-то с кем-то ругался, кто-то с кем-то, как обычно, посередине. Ну, короче говоря, не то, чтобы постоянно ругались, дружные, конечно, были. Не до того, что там драки какие-то, вот, просто, как-то кто-то с кем-то ближе общался к кому-то, кто-то ближе с теми и общались. И девчонка, короче, идёт, мама одного из детёнышей пофигевала на это, не он, а оно. Я потом на велике и поехала, и я говорю, это кот, только кастрированный. И девочка, как раз вторая, вот, это первая, что говорила, там, Лиза её вроде звать. Она Лиза, она говорит, ой, Лёля, привет, значит, Лиза, значит, ой, точно, кастрированный. Ну, что, типа, это всё-таки кот. Очень даже кот, он жрёт мышь. Я не знаю, кастрированные обычно лежат, ни херена не делают, насколько я помню, вот, соседки в бывшей квартире, был такой большущий кот, и чёрный, и рыжий, чёрный, большущий, пушистый. Когда она куда-нибудь уезжала, мы с бабушкой его кормили. Ну, бабушка кормила, иногда меня с собой брала, ну, по площадке наискосок. И он, короче, лежит, он ничего не делает, а ты ему пузико почешешь, он там помурлычет. И он лежал и жрал, он вообще ничего не делал. Я не знаю, что он там, может, играл когда-нибудь, но он огромный, такая жирная, кошака была. У меня всегда ощущение было, что все кастрированные коты, именно вот такая волосатая подушка, которую иногда надо кормить. А он даже вполне себе мышек ловит. И мне кажется, он в свой лоточек в туалет ходит, только вот когда совсем уж дома, иногда его ночью не выпускают, потому что иногда он ходит по ночам туда-сюда каждые пять минут. Я тупо не сплю, и пару раз я ему тут говорила, что сегодня мы не входим на улицу. Он сначала недовольный был, а тут вчера даже понял. Хотя я ему специально уже всем встала, открыла дверцу на дырочку, калитку, на крыльце. А он что-то не выходил. Вот он тут. Мыши условил, не выходя из дома. Фу, я его смартфюм. Как бы сказала Аленка, мы уже наговорили на пять минут. На пять минут почти шесть. Тише. Даже Рая. Меня ждет горка посуды. И надо еще что-нибудь приготовить покушать. О, как льстит. Ходит еще ко мне. Ну, правда, по вечерам, в основном, на улице меня ловит кошка, которая раньше была у Галкиных, потом еще при бабушке Нине, бабушкина средняя сестра, жена дяди Толи, нашего этого деда, который за всем тут смотрит. Взяла ее себе. Я не помню, как ее звать, я вообще не знаю. Кошка такая, может, муська, может, еще как-то. Такая страшненькая. На самом деле, у нее просто такое красное. Она тут ее на шею подняла, точнее, голову. Я поняла, что у нее на шее даже красивое пятнышко. В общем, такая интересная по расцветке кошка, маленькая. По размеру, наверное, как моя Дашка была. Может, чуть даже поменьше. Постоянно беременная ходит. В общем, дядя Толи, баба Нина, это к себе взяли, потому что у этих Галкиных было дофига кошек. Но они самим жрать нечего. Соответственно, кошки вечно голодные были. Тут она что-то постоянно в такой ямке, между дорогой и нашей усадьбой, ошивается. И вчера ко мне мурмур. Постоянно приходит мурлыкать. В прошлом году ко мне позапрошлом ходила, мурлыкала, я ее гладила, иногда что-нибудь пожрать давала. Потом он оставил, придется выкидывать. Ну и в общем, пошел караулить другую, по ходу дела. Ну и она постоянно ходила. Тут у меня в прошлом году кот появился, она так обиделась, пришла. У меня тут кот с ним пособачилась. В этом году вроде с ним не собачится. Вчера ко мне мурмур. Мы открыли с ним консерву. Ну как, я открыла, а не кот. Кот-то мне ничем не помогал бы. Этого бычка в томате я забыла совершенно. Видимо, он мне и тогда не понравился. Или просто эта банка такая попалась. Я ее открывала, уже от нее пошел. Какой-то не такой странный пошел. Решил вон хлопьев пожрать. Хлопья у нас лежат в пакете, потому что вот мы не хотим их есть вне пакета, если куда-нибудь положить. Мы их не жрем. Мы жрем их только в пакете. Выпендрежник, короче, такой. Ну и, короче... А, на меня мусор стоит. Эх, я зеваю. Она ко мне подходит. Что-то это так вот. Ну, мурлычат, мурлычат. А у меня-то как раз консерва была. В общем, я открыла эту консерву. Бычки в томате, что в этом фиксе их продают обычно. Я еще в Световоле у нас купила такие уже. Те, не помню. Может, они мне сразу не понравились. Может, просто табанка такая странная попалась. Во-первых, хранялась от нее как-то странно. Во-вторых, рыба по вкусу... Рыба такая серенькая, по вкусу напоминала черный хлебушек в томатной пасте. Сладенькая такая, пришлось посолить. В общем, даже кот ее жрать не стал. Я туда с блюдечка засохшие вот эти хлопья уже высыпала в другую мисочку. Вот одна из этих белых мисочек пластиковых. И выставила ежику пожрать. Ну, думаю, что-то ежик может и не будет есть. Хотя он эти хлопья ел размоченные. Как-то у меня тоже были, он хоть жрать не стал. Эти хлопья были у меня, в общем, с консервой там одной мясной. И кот консервы что-то не дожрал. Так вот получилось, что родственники оставили консерву. И ее уже мог есть только кот. И ежик сажрал эту консерву вместе с тем кормом кошачьим. А тут смотрю, этот, значит, ну, ежик-то как-то и без нас, наверное, еду какую-нибудь найдет. Там уже мышек он жрет. Особенно, если ему дохло, я тут кинуть дожраную кое-кем. Или вообще не сожраную. И я кошке это и вынесла, и она вполне себе есть стала. У меня ощущение было, что она вообще голодная, не знаю. Может, она боится до туда дойти, может, не доходит, хз. Ну, в общем, вот так кошек у нас тут. Пыталась ей объяснить, что с этим котом ругаться не надо. Что если она ко мне придет днем и не будет с ним собачиться, то я ее тоже поглажу. Она так видит меня и сразу так мяу-мяу-мяу-мяу, мур-мур-мур. Ну да, сажал помощь и решил с ней поиграть. Думаю, что она будет, шевелится или нет? Вообще оригинал. Это вот самопальные щи с гречкой, капустой, морковкой, немножко помидорки. И что там еще? Как вот там консервы, фу, блин, куриной тушенкой этой, какие там консервы, короче, с виной, которую я года два назад еще привезла, еще летом шестнадцатого года. Соль, про гречку вроде говорила, сейчас вот это петрушка еще, ну и сметанку сейчас положу. Я че вдруг это, у нас тут дождь, короче, был, выгнал меня, ну я свой японский, то, что на сегодня запланировал, точнее на определенное время, то, что запланировала, успела таки сделать, да даже такая гроза своего рода. Короче говоря, у меня тут мысля такая в голове крутится. Не только помимо того, что я тут ватсап написала, но, наверное, опять никому не доставилась, учитывая, что сети нет. Я даже не тем, даже тем, кто, в общем, даже Юльке, короче, скинула эту сообщенька. То, что мне вот приспичило тут швейную машинку, которая вот такая маленькая, электронная или какая она, ну ручная, короче. У меня и раньше про нее какие-то мысли были. Ну, в общем, приеду, посмотрю в интернете, че почем, и закажу себе. Надеюсь, что она уж нет, они не по цене легковой машины стоят. Ну, и, в общем, у меня даже некоторые мысли рассложились, что я хочу сшить. В первую очередь мешочки. У меня как бы они есть в угличе, но я думаю, что у меня там просто остались ткани, материалы, которые я сначала раньше кукол посылала одной девочке, которая меня смотрит, знаю, Диана, но, как я поняла, что она больше не занимается этим шитьем на кукол. И материал этот остался от тот человека из углича, который как бы шьет, как бы не против бесплатно, как она спросила, бесплатно, да, бесплатно забрать. Ну, в общем, я так поняла, что ей плохо надо, или там такая сейчас компания снова, что надо разрешение спрашивать, прежде чем у меня что-то забирать или со мной в реале встречаться. Короче, я вдруг подумала, что вот оно у меня там из антепона лежит, и еще что-то, что из мелких бумажек, фу, этих бумажек, кусочков можно, короче, шить мешочков этих под ткань, под ткани, эти мои, все насушения, под растения. А потому что некоторые уже или приказывают долго жить, наверное, это потому что вот я вчера руками тут зашивала этот мешочек, потому что он порвался, мне его делать ведь, Валя, вообще. Некоторые рвутся, некоторые тупо. Есть такие травы иногда, вот тут кусочек моей коленки был, вот еще кусочек, вот опять кусочек моей коленки, короче, иногда такие травы, что сохнут, вот достаешь из мешочка и понимаешь, что легче заварить ее на окачивание головы или для ванны прямо в мешочке заодно процедить, чем сварить, конечно же, чем этот отвар, короче, сделать, вытащить ее и мешочек как-то дальше юзать. Ну и еще я такое-что хотела себе сшить. Даже у меня уже транспортировалась мысль по поводу того, что я хотела себе сшить, но суть чего, почему я взяла фотик в руки, не только потому, что супа, не только прошли одну машинку, ручную, лепестрическую, какую механическую, не знаю, как она называется, правильно? Короче, я тут все думаю, вот люди бугурты по поводу введения закона о продлении пенсионного возраста. Ну, насколько мне известно, вот даже моя тетя, допустим, при достижении, хоть она и учитель, там еще заслуженный учитель, да, там 25 лет, по-моему, заслуженный, проработаешь учителем, уже можешь на пенсию уходить, даже учительская или какая там она, пенсия. Суть такая, что пенсии у людей, как бы обычно у бюджетников маленькие, и их просто вынуждает, так скажем, отломаться, даже не вынуждает, или желание, или еще что-то. Кто-то просто продолжает работать. Короче, хочу сказать, что большинство из моих знакомых людей, достигающих или достигших пенсионного возраста, продолжает работать и в 60, и кто-то даже в 70. Я к тому, что, в принципе, закон не на пустом месте делается, и это чисто какой-то бугурт русских людей, потому что, допустим, мне кто-нибудь там говорит, даже бывает такая фраза элементарная, я больше не буду тебе помогать, или я не буду тебе помогать. И начинаешь бугуртить, как так, вот почему кому-то там, а мне вот, значит, нет. А на самом деле обычно озвучиваются такие вот фразы, которые вот озвучиваются, такие фразы, когда уже вот, в принципе, и так все ясно, вот, допустим, человек вам никогда ничем не помогал. А тут складывается какая-нибудь ситуация такая, он вам говорит, а вот живи как хочешь, помогать я тебе не буду. И у тебя вроде такой негатив, негодуя, типа как так, почему именно ты, почему именно мне, вот, ну, что-то такое. Вот бугурт какой-то идет, по-моему, это чисто у русских людей, ну, может, еще у какого-то там других людей бывает, но просто взять, если Россию с этим законом и вот подобной ситуацией, да, вот. Обычный такой бугурт, когда озвучивается то, что и так все знают, или принимается закон, который как бы не на пустом месте, может, конечно, там какая-нибудь треть или четверть, или даже, может, половина людей действительно не доживает до такого возраста. Видите нормальный образ жизни? Ну, я понимаю, что не всегда образ жизни способствует продлению жизни человеческой, но суть такая, что как бы закон не на пустом месте. Я, конечно, подписала петицию, ну, на тему, что вот как бы не вводите такой закон или отмените, или что-то в этом роде. Но, с другой стороны, с одной стороны, конечно, да, надо делать места рабочие, чтобы люди могли в 55 найти работу там, или еще сколько-то. Но, в принципе, с одной стороны, при желании можно работать даже дворником. С другой стороны, как бы, с одной стороны, работа как бы есть, с другой стороны, учитывается, что вот я учился на того-то, я хотел бы работать тем-то. А мест типа таких нет. Ну, допустим, как в библиотеке, да? Или места есть, но они их почему-то раздают, скажем так, в кавычках по блату, или еще кому-то там. Ну, не тем, кто, допустим, хотел бы работать, да, в этом месте. Вот с этой проблемой, конечно, надо бороться. С другой стороны, еще такой факт, что не всегда позволяет, допустим, здоровье. Вот, допустим, есть места уборщицы, да? Хочешь, убирайся. Но вот я, к примеру, не могу долго работать на клонку, у меня бунтует, допустим, желчь, начинает голова кружиться и тому подобное. Это вот такие примеры провожу, что, с одной стороны, конечно, надо, если такой закон вводится, ну, как-то обзавестись свободными рабочими местами для тех, кто по какой-то причине не может работать в другом месте, если, конечно, эта причина не в огромном эго, что типа, как это я, да, вот здесь буду работать. Таких, мне кажется, одна треть в России, не только в России. А с другой стороны, ну, как бы вопить, что вот ввели такой закон, при том, что, мне кажется, вопят даже те, которые вот сами по себе уже достигли такого своего возраста, но, как бы хотят уйти на покой. Мне кажется, женя-то движение на покой, там всегда успешно. Если на покой, так это уже покойникам ближе. Потому что кто-то, вот, допустим, большая часть, я имею в виду, вопят, большинство, ладно, половина людей, хорошо, часть людей вопят, которые на самом деле уже, будучи в свои 55, там, 56, уже достигли своего старого пенсионного возраста прежнего, но продолжают работать. И я как-то, сути, не понимаю вот этого бугорта. Вот, у меня там мысля уже недели две на разряд, вот, выразилось в этом видосе, видео с картинкой моего супа. Кстати, он, наверное, уже можно, можно и вывести, он, можно не обжиться. Поэтому пока заканчиваю свой бал. Балтологический трёп. Балтологический трёп.